Всем привет, с вами StarLadderTV и рядом со мной стоит игрок команды Empire Dota 2 Скандал. Привет, представьте, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Роман, мне 20 лет, играю в Dota 2. Я дотер, да? Расскажи, пожалуйста, о пути вашей команде до турнира, на турнире и ожидания от турнира. До турнира это что? Имеется в виду тренировочка, буткемпик. А, наш буткемп в Минске. Ну мы там были две недели, как бы это был просто буткемп, это никакая не подготовка к чему-либо. Просто собрались поиграть, сплотиться и так далее. Ты знаешь, вот ты говоришь, это был не тренировок, это был буткемп, в смысле вы бухали, да? Нет, мы не бухали, мы играли, отдыхали и все такое. Понятно. Я думаю, что не секретнее для кого, что, думаю, для тебя в том числе, что, наверное, давно люди хотели увидеть с тобой видеоинтервью, потому что играешь ты впечатляюще, по крайней мере местами, но вот кто ты, что ты, никто не знает. Так вот, расскажи, пожалуйста, как давно ты начал играть во вторую Доту, что было до Доты, как долго было то, что было до Доты? Ну, в Доту 2 я играю недолго, с ноября прошлого года, то есть получается еще даже год не играю во вторую. До Доты я играл в Хон, как, наверное, многие знают, играл два года. Вот, собственно, все. Какое ваше наилучшее достижение в Хоне? В Хоне мы выиграли какой-то СК турнир, и, по-моему, мы заняли первое место. Я просто не помню, как он называется, было очень давно. Это было единственное первое место, которое мы заняли. Все остальные места были там топ-2, топ-3. Ну, насколько я знаю, вас сватали в стабильные топ-4 мира, так ли это? Да, это так. Мы как бы прыгали топ-4, топ-6, вот так вот. Понятно, а на Ланы вообще какие-нибудь ездили? По Хону нет, не один. Ну, один мы ездили, посещали в Москве, но там не набралось достаточно большое количество команд. Там было и всего две, помимо нас. Ну, то есть с нами мы и еще одна. То есть фактически Ланов по Хону мы не посещали. Ну, и вернемся немножко назад к течению сегодняшнего турнира. Что пошло так, что пошло не так. Вот немножечко взгляд со своей стороны об играх. Игра номер один. Первая игра у нас была против Даррер. Там все, в принципе, шло так, но мы допустили несколько ошибок и, собственно, проиграли. Хотя могли выиграть эту игру, даже с Даррами общались. То есть они в какой-то момент думали, что мы выиграем, и они проиграют. Вторая игра против М5. Ну, там мы просто все линии проиграли, нас просто переиграли, перепикали и прочее. То есть просто без шансов. Ну, третья игра сейчас недавно закончилась против Маус. Ну, там мы выиграли за 40 минут. Ну, довольно такая интересная игра. Ну, там особо сопротивления от них не было. И у вас, насколько я понимаю, остается последняя игра против Natus Vincere. И я, насколько я знаю, там какие-то расклады с таймрейтингом. Расскажи приблизительно. Ну, чтобы нам выйти, чтобы играть завтра и выйти в полуфинал, нам нужно либо выиграть Na'Vi, либо, если М5 выиграет у Даррер последнюю свою игру, то мы, получается, выходим по личным встречам с Маусом. Ну, вообще, твои ожидания в процентном соотношении будут нелегко, но вот сколько процентов то, что вы... То, что мы выигрим Na'Vi? Ну, я думаю, шанс есть. Ну, 50 на 50. Вот это уверенная заявочка. Хорошо. По сегодняшнему турниру мы немножко отстрелялись. Давай немножко вспомним то, что было раньше. Вот многим скандал запомнился, как игрок, который действует самостоятельно, игрок, который изначально демонстрировал в Доте 2 свое мастерство именно с соло-мид. Но теперь скандалу, судя по всему, приходится играть на самых разнообразных ролях. Почему? Ну, даже не знаю, почему. Потому что на каких-то героях, на каких-то ролях у меня получается играть несколько... Несколько лучше, что ли, чем... Ну, на конкретных героях каких-то я, бывает, заменяю наших саппорт игроков, потому что у меня получается лучше, скажем так. Понятно. Ну, то есть, приблизительно так, как я и думал, молодой коллектив, и надо закрывать некоторые роли, соответственно, приблизительно так. Хорошо, расскажи немножко о своих тиммейтах в целом, да? То есть, плюсы коллектива, минусы коллектива, ну, если такие есть. Да, в принципе, у нас хороший коллектив. Вот этот буткемп в Минске нам очень помог. Хорошо общаемся, дружим, что могу сказать по тиммейтам, так... О каждом, ну, то есть, характеристика в трех словах. Итак, Блава. Ну, Блава, наш капитан-пикер. Обычно он спокойный, либо наоборот. А что бывает? Ну, бывает, он просто немножко нервничает, злится там, может быть, где-то. Вот, собственно, Fly, наш саппорт-игрок. Always Wanna Fly. Он... Как его описать-то? Ну, кроме того, что он лысый, еще что-нибудь. Лысый. Да, блин. Я не знаю. Ладно, хорошо, двигаемся дальше. Ваш белорусский дуплет. Двоечка. Джакал и Джеймс. Джейфор. Ну, Джакал играет на керри, бывает, иногда немножко загуливает, а так, в принципе, в целом нормально. Как и человек, о нем только позитивно, я могу сказать. Ну, то есть, спокойный, вроде как трудоспособный, ну, то есть, хочет, может стремиться. Стремительный, вот. И последний. И последний, Джейфор, мы его последнее время ставим hard lane, side lane, то есть, ну, тоже показывает хороший результат, в принципе. Ну, все. Хорошо, теперь с корабля на балл немножко сдвинемся, еще более ранние времена. Интересно узнать пару слов от тебя о квалификациях на The International 2. Напомним, что скандал вместе с Blow Your Brain играли как два стендинга за команду Virtus.pro, у которых осталось три игрока, но в шутку по ходу турнира называли эту команду Empire Plus 3. Вот, расскажи, как все начиналось и как все закончилось? Ну, начиналось так, что просто связались с Владом, NS ему написал, предложил сыграть с ними на квалификации. То есть, таким составом у нас были больше шансов что-то выиграть. Вот, ну и, собственно, мы согласились и начали играть. Хорошо, ваше первое... ладно, не будем прям таки поигрывать, наверное. Вы обыграли MTV, и вы были единственной командой, которая за турнир смогла это сделать, так ли это? И в чем успех? Успех, наверное, в том, что мы как бы собрались буквально за пару дней, ну, то есть, мы, грубо говоря, были таким неким миксом. То есть, мы с Блавой и плюс три из Virtus. То есть, мы же никогда не играли как команда, нигде не светились, нас никто не знает, как мы играем вместе, плохо ли, хорошо ли. Но я думаю, этот фактор повлиял. То есть, MTV не знали, к чему готовиться. Готовились к SF, у SF было купить Line Travel, и из-за этого они проиграли партию. Это ты про что? Про третью решающую игру. Про третью игру? Сок, сыгравший на SF, ему было лень купить Travel. Если бы он купил Travel, в одном моменте он бы мог выиграть игру. Но я думаю, ты настолько тебе запомнилась победа, что ты этих мелочей не помнишь. Ну, я помню в конце, когда он попытался прилететь в финальные драки на кого-то крипа, и он умер, и все. Но там уже мы как бы в любом случае выиграли в игру. Теперь немножко опиши, что творилось... Вы вот общались в Скайпе, вероятно, с ребятами из Virtus.pro во время игр. Что у вас творилось? Какое вот... В сравнении с командой, которая есть у тебя сейчас, и в сравнении с тем миксом, который был тогда, какая атмосфера царила тогда в Скайпе? Ну вот, плюсы-минусы по сравнению с текущей твоей командой. Тогда в Скайпе творилось... Ну, в принципе, все нормально. Как бы люди занимались тем, чем должны быть. То есть НС как-то пытался координировать именно наши передвижения. Вот. Ну, как бы я и Блава особо ничего не говорили, потому что мы играли на соло-линиях. Ну, от нас там по минимуму информации требовалось. В Скайпе никто не паниковал, ничего, все было спокойно. Мы отыгрывали игру за игрой. Вот. Но вот с The Nation, как бы последние игры, там немножко, да, было. Что пошло не так? Ну, первую игру мы выиграли очень легко. Я даже хотел расслабиться и отыграть так, на релаксе остальные игры. Но вторая и третья... Во второй игре нас просто жестко аутпикнули. Они поставили лучшие линии. Следовательно, выиграли две из трех. И, собственно, мы проиграли потом игру. А третья игра... Ну, я считаю, у нас были плохие, неподходящие герои для того, чтобы ловить вражеского антимага. И в итоге мы, собственно, проиграли. Вот так вот. Ну, я думаю, будем подводить черту под интервью. Я поблагодарю Скандала. Еще раз напомню, что это скандал, молодое дарование, очень перспективный игрок по моей точке зрения. Пожелаю ему побед, не расстраиваться, не расслабляться. Я думаю, будущее за тобой. Удачи. Спасибо большое. Спасибо за интервью. И в первую очередь удачи на сегодняшнем турнире. Я думаю, она вам нужна. Да, я согласен. Спасибо. Официальный сайт игры pointblank.ru Официальный сайт турнира pb.starluder.tv Партнер дисциплины Innova Systems Главный технологический партнер корпорация Intel Генеральный партнер компания Asus Игровой центр Киев Киберспорт Арена Субтитры создавал DimaTorzok